А по десентре награда нашла свои герои. К награждениям этим ребятам не привыкать. У каждого из них немало кубков и медалей, завоеванных на самых статусных соревнованиях. А вот получать награды из рук главы муниципалитета для многих из них опыт совершенно новый. Все эти свои победы, яркие выступления, вы не просто доставляете людям удовольствие, вы славите Ленинский округ, люди узнают, что есть такая территория, и вы позволяете нам собой гордиться. Позвольте вас еще раз поздравить и пожелать, что вот этих ярких выступлений в вашей жизни еще было там тысячи раз, а таких звонких, оглушительных и для нас приятных побед тоже было тысячи, тысячи, тысячи. Поздравляю. Почетные грамоты и благодарности главы Ленинского городского округа – это признание профессионализма и опыта этих совсем еще молодых ребят. Глядя на их легкие движения и не догадаешься, что третье место на чемпионате России по спортивным танцам далось им очень нелегко. Так как после пандемии все расслабились и все потеряли свою форму, нам приходилось это в ускоренном и в сжатой очень сроке восстанавливать свою форму. Поэтому у нас были изнурительные тренировки, которые длились по 8-10 часов каждый день на протяжении трех недель. Танцевальное направление под названием «Формейшн» – довольно сложное действие, в котором участвуют сразу несколько пар. Своё выступление ребята сделали по роману Льва Толстого Анны Каренина. Идею номера подсмотрели на одноименном мюзикле. Главный постановщик этого мюзикла – Ирина Корнеева, и помогла ребятам с номером. Обычно мы танцуем только в парах, и каждый отвечает за своего пара, за своего напарника. Здесь у нас была целая команда из 8 пар, и мы должны были как единое целое танцевать большую постановку Анны Каренина, на которой был заложен драматический смысл на основе легендарного литературного произведения. Ребята стали бронзовыми призерами чемпионата России, уступив лишь чемпионам и вице-чемпионам мира. Таким образом, почетное третье место стало еще одной важной для Клуба победой среди других достижений. В прошлом году мы стали чемпионом Москвы, детская категория стала чемпионами России. В этом году мы решили продолжить, улучшиться, также стали чемпионом Москвы. А на Россию для нас это такой первый этап, потому что у нас вышла именно взрослая команда, и мы соревновались с командами, с 20-летними чемпионами мира и так далее. Поэтому для нас то, что мы были на одном паркете с такими выдающимися танцорами, конечно, это дорогого стоит. Федерация танцевального спорта России отметила коллектив как самый яркий прорыв года, а наши спортсмены, вошедшие в тройку победителей, получили путевку на чемпионат Европы, который должен состояться этой осенью в Германии. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.